Тайтам Фулл Тайтам Фулл Не расскажут Азы, а дальше выпустят на поле боя, где и начнется настоящее веселье. Всего в бейте доступны три игровых режима и две карты. На первый взгляд немного, но на самом деле вполне достаточно для того, чтобы испытать самый настоящее оргазм. Итак, командный бой и превосходство всем знакомы. Мы начинаем играть за пилотов, но позже появляется возможность призывать своего Титана. Эта махина падает прямо с небес, после чего ее можно управлять. Садимся в кабину и поехали. Геймплей в этом случае, конечно, слегка меняется. Все-таки мехи довольно неповоротливы, но зато убойной силы им не занимать. Порой подобраться к пешему противнику или нужной точке, запрятанной в здании, совсем непросто. Но если перед вами вырастет вражеский мех, начинается настоящая бойня. Этому, кстати, посвящен третий режим. Его смысл – уничтожить всех мехов противника, а со своей стороны оставить хотя бы одного. Если вы терпите неудачу, игра предоставит возможность катапультироваться из горящего и дышащего наладан Титана. В таком случае вы продолжите бегать по карте и еще сможете испортить жизнь противнику. У каждого пилота есть специальный слот для противотитанового оружия. Мощной пушкой можно довольно серьезно его покоцать. Главное, чтобы вас при этом не нашли. Ну или элементарно не затоптали. Настраивать классы можно как у пилота, так и у своего Титана. Опять повторюсь, это все нам уже знакомо. Настраиваем оружие, перки, можно даже выбрать пол. При желании сотворите класс бегунка с имбовым самонаводящимся пистолетом или, например, снайпера. Правда, вот с последним пока не так удобно. Дело в том, что динамика представленных режимов и локаций редко предполагает возможность засесть в какой-то точке, как крыса, и отстреливать пробегающих мимо. Ведь у пилотов есть джетпаки, а значит, возможность высоко прыгать и быстро забираться практически куда угодно. Сразу в окно второго этажа, а оттуда, например, на крышу. Именно поэтому, даже если вы предпримите попытку заныкаться, вас быстро найдут и обезвредят. Помимо прокачки класса, здесь наличие еще и эдакие бустеры. Карточки, использование которых дает кратковременный эффект. Примените перед очередным возрождением и, например, начните быстрее бегать. Или получите возможность заменить имеющееся оружие на иное, порой еще недоступное, то есть неоткрытое. Titanfall получилась отличной, очень динамичной и яркой. Дизайн уровней, цветовая гамма. По-хорошему, именно такой должна была стать Modern Warfare 3. Посмотрим, как теперь пойдут дела у Activision. Потому как, если раньше все сводилось к противостоянию баттла и кода, в общем-то, совершенно разных по механике проектов, то теперь у серии Call of Duty появился совершенно бесспорный конкурент. Можно сказать, и скромный родни. Игра здесь очень весела, несмотря даже на то, что доступ к бету раздавали по немного кривому принципу. Из-за этого я лично постоянно встречаю игроков, которые вообще не понимают, что происходит и как играть в эти ваши шутеры. Сейчас дела потихоньку пошли на лад, потому как доступ стали давать практически всем. А это значит, что настоящих ценителей многопользовательских боев станет больше, в связи с чем можно надеяться, что не придется сливать из-за дурачков, просто не знающих, куда девать себя и свое тело. Кстати, забавная фишка, до сих пор оставящая многих в тупик. Это эвакуация по завершению игры. Поверженная команда должна добраться до точки, куда будет подан транспорт. Если все получится, и игроку удастся улететь, он получит дополнительные очки. Соответственно, если вы победили, надо добить противника, не дав ему добраться до корабля, ну или же уничтожить транспортное средство. Ну а если проиграли, все с точностью да наоборот. Постарайтесь забраться туда на последних секундах невредимым и молитесь, что не разобьют. Еще один любопытный элемент – обязательное наличие ботов на карте. Даже если лобби под завязку, здесь играют 6 на 6. Так вот, в основном они тут просто пушечное мясо, ибо дать достойный отпор не в состоянии. Но иногда забегаешь куда-то, они трогают себя, делая вид, что дерутся в рукопашную. Победитель, похоже, определяется рандомно, при желании своему можно подсобить. Кстати, такие приемы рукопашки и у нас в наличии. Можно двинуть кому-то с ноги, когда все аргументы закончились, или подкрасться и свернуть шею какой-нибудь крысе, засевшую окна. Честно говоря, игра великолепна настолько, что хочется поскорее закончить рассказ и вернуться в бету, пока та еще идет. Конечно, какие-либо окончательные выводы будем делать уже после релиза, но и сейчас понятно очень многое. Всем, кто жалуется на лаги или графон, предлагаю пройти в сад, потому как то, что сделали Респаун Энтертеймент с Сурсом, это просто потрясающе. Умельцы уже, кстати, выдают решения, рассказывающие, что именно нужно подкрутить в настройках игры и вашей карты, чтобы все шло плавно. Но, повторюсь, все, кто ноет, вообще похоже не в теме происходящего. Titanfall – это одно из самых заметных игровых событий года, а бета-тест лишь дал возможности в этом убедиться. С С Продолжение следует... Продолжение следует...